Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И запретить велосипедистам ездить в наушниках, потому что они и так-то, в общем, на мой вкус, на дороге создают напряжение, а уж в наушниках двойное. А пешеходы на переходах всяких создают напряжение тоже в наушниках, потому что им Би-Би, а они не слышат. Гениальное изобретение для того, чтобы поздним вечером слушать музыку или смоить телевизор и не мешать остальным спать. На улице, мне кажется, это вообще странная история. Как вы думаете, Виктор Иванович? Наушники слушать можно, конечно же, всегда и в транспорте, где уровень шума достаточно большой, но это ограничивает нашу возможность слышать предупреждающие различные сигналы опасности. Есть же всякие слухи и пугалки, что наушники вот эти или вот как у Тани маленькие, миниатюрные, они на слух как-то влияют. Действительно, само слушание аудиоплееров, ну, только что отвлекает наше внимание, а вся беда заключается в тех наушниках, которые мы используем. Самая большая опасность представляют наушники, как так называемые, канальные, которые вставляются глубоко в наружный слуховой проход. Вот такие? Вот такие. Нет, не такие. Это менее опасные. А, сейчас, 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 сейчас. Вот такие. Да, да, да. Вот такие, которые живут у меня в мозгу и говорят мне... Ой, это очень опасно? Я вынул. Я тоже, я тоже не хочу тогда. Всё, прощай аппаратный. Ну, на самом деле, если не слушать на предельной громкости, то опасности в этом не возникает. А вот, между прочим, как определить эту предельную громкость? Я рассказываю историю. Я еду как-то в поезде и понимаю, что откуда-то, вот вы знаете, откуда-то доносится, ну, музыка, и она мешает всем. Через пять рядов от меня сидит человек в наушниках и слушает музыку. Представляете, вы это всё мучение? Это является таким, чтобы вы, слушая наушниках, хотя бы слышали голос собеседника, который находится рядом с вами. Хорошо, но если меня, ну, не берёт меня, мне надо громче, я какое-то время же могу без вреда. Значит, ты глуховат, Филипс. Ну, это понятно, это во-первых. А во-вторых, я какое-то время ещё могу? Или это ни пять минут, ни десять нельзя громче, чем две трети шкалы? Нет, на самом деле громко можно слушать музыку. Потому что максимальная громкость музыки в аудиоплеере ограничена. Но благодаря резонансу нашего наружного слухового прохода громкость усиливается на 15-20 дБ. Это в сто раз громче. Я читала статистику, что уже к 2020 году, между прочим, осталось-то всего четыре года, да, каждый третий человек, молодой человек до 30 лет будет вынужден пользоваться слуховым аппаратом. Потому что это уже эпидемия, молодые глохнут. Это правда? Но если говорить по общей статистике, то по прогнозам ВОЗ у нас каждый одиннадцатый человек в 2020 году будет иметь нарушение слуха. Но среди молодёжи, пользующих аудиоплеером, конечно, это вероятность развития тугового. Каждый одиннадцатый. Это что, всё из-за наушников или есть другие? Нет, это общая тенденция воздействия и, прежде всего, воздействия шума. Опасность среди молодёжи именно, потому что они пользуются наушниками. А есть разница? Вот такие, как у меня, вытернутые из контекста, как вы видите, которые просто берегут мои уши от внешних шумов, от Таниного голоса в первую очередь. Это тебе не поможет! Или вот такие, как у Тани. Есть разница, какие менее вредные? Конечно же, менее вредными являются большие наушники. Конечно же. Потому что они демпфируют вот этот резонанс, снижают резонанс, уменьшают громкость на вот этой резонансной частоте. Поняла, молодёжь, кто кухнет раньше? Молодёжь! Ну-ка надевай, давай проведём эксперимент. Ну, скажи мне что-нибудь. Ты просто открываешь рот и ничего не говоришь. Потому что у тебя лицо другое, когда ты ничего не говоришь. Ты не говоришь ничего. Она говорит что-нибудь? Она не говорит ничего. Конечно нет. Она ничего не говорит. Она меня обманывает. Нас обманывала только что Таня Шилина, рассказывала нам про наушники и про вред громкого звука в уши. Виктор Иванович Пудов, аудиолог, я уже хорошо выговариваю, аудиолог. Спасибо, мы после рекламы тему наушников продолжим.